Аэрофлот закупит еще 11 аэробусов А-350 и 2 Боинга 777. Планы раскрыли в презентации для инвесторов. Сейчас в строю 19 Боингов и столько же аэробусов. Будут освоены новые маршруты, в частности на Гоа. Тем временем объем пассажирских авиаперевозок в этом году достиг рекордных значений. Самолетом воспользовались 119 миллионов человек. Место иркутского губернатора Левченко, представлявшего КПРФ, может занять помощник президента Серышев. Об этом пишут ведомости, ссылаясь на свои источники. Причиной ухода могла стать медлительность в ликвидации последствий наводнения. Левченко – один из тройки губернаторов, которым в свое время удалось выиграть у кандидатов от «Единой России». Остаются еще Фургал в Хабаровске и Коновалов в Абакане. По данным ведомостей, подать заявление об уходе Левченко предложил сам Зюганов. Западные газеты смакуют подробности пожара на адмирале Кузнецове. «Это был хаос. Каждый за себя. Все разбегались, как могли», – цитирует Ньюсвик, местный портал Северпост. «Погибли двое. Десять человек серьезно пострадали». У иностранцев появился повод вспомнить о трех самолетах, потерянных при посадке на крейсер и затонувшем год назад сухом доке, использовавшемся для ремонта. Кузнецов должен вернуться в строй через два года. Саудовский принц Салман принимает поздравления. Госкомпания «Сауди Арамко», которую он вывел на международные биржи, стала самой дорогой в истории. Она стоит уже 2 триллиона, подорожав только с понедельника на 300 миллиардов долларов. Таким образом, аравийская нефть оказалась почти вдвое дороже калифорнийских высоких технологий. Капитализация Apple – 1,2 триллиона. Ударить стейблкоинами по биткоинам решила новый руководитель Европейского Центробанка и экс-глава МВФ Кристин Лагард. Чтобы не отстать от прогресса, Лагард создает рабочую группу по внедрению единой европейской криптовалюты. Аналогичные планы у финансовых властей Канады, Англии и ряда других стран. Министры финансов ЕС заявили, что криптоденьги опасны, а бывший начальник ЕЦБ Трише обрушился на биткоин, заявив, что это и вовсе не валюта. Индия для индийцев. Националисты во главе с премьером Моди исполнили старую мечту ультраправых и протолкнули новый закон о гражданстве. В нем содержится план по созданию национального регистра граждан, в который должны быть внесены миллиард триста тысяч индийцев, но не раньше, чем они докажут свою принадлежность к Индии. Те, кому это сделать не удастся, вероятнее всего, мусульманские беженцы из других стран и 200 миллионов местных мусульман станут нелегалами, а значит, могут быть задержаны и депортированы. По словам Моди, закон продиктован братским сочувствием. Европейская энергетика – удел европейцев, а не США. Так немецкий МИД ответил на американские санкции против «Северного потока-2». Глава российско-германской торговой палаты ШЭП заявил, Берлин и Брюссель должны отомстить. Наблюдается полное единодушие между центристами, левыми и зелеными. В общий хор влились националисты из альтернативы для Германии. США хотят подсадить нас на дорогой сжиженный газ вместо дешевого русского, говорят они. Другой ключевой американский партнер по НАТО, Турция, тоже неистовствует. Сенат принял резолюцию о геноциде армян. Армянский премьер Пашинян назвал ее уникальной. В турецком МИДе сказали, что это постыдный пример политизации истории. Не желая еще сильнее испортить отношения с Эрдоганом, Трамп пытался не допустить голосования. Трижды республиканцы пробовали блокировать рассмотрение документа. С 2011 года Москва благоустроилась на полтора триллиона рублей. Это почти столько же, сколько потратила вся остальная страна. В одном только уходящем году на наведение марафета истратили 281 миллиард. Крымский мост обошелся в 228. Росстат докладывает о самой высокой убыли населения за 11 лет. Минус почти 260 тысяч человек. До конца года уже вряд ли что-то успеют поправить, даже за счет мигрантов, которых прибыло 193 тысячи. Минсельхоз планирует нарастить аграрный экспорт до 45 миллиардов долларов в год. Правда, опасается, что корпорации отправят за границу весь урожай. Глава ведомства Патрушев сказал, так как мы живем в рыночной экономике, наши уважаемые экспортеры могут захотеть вывезти все. Тем не менее, Минсельхоз отправит за границу 50 представителей для продвижения экспорта. Похожие цели ставил царский министр Вышнеградский, вошедший в историю с фразой «недоедим, но вывезем». США и Китай в очередной раз приблизились к торговому компромиссу. Это позволит не вводить новые пошлины в воскресенье, но, как обычно, никаких подтверждений нет. Гардиан сообщает, что соглашение еще не согласовано. Но Вашингтон якобы готов отменить часть тарифов из общего объема в 360 миллиардов долларов, а Пекин в ответ возобновит закупку продукции американских фермеров. США требуют письменных гарантий импорта сельхозпродукции на 50 миллиардов. Это в два раза больше, чем китайцы закупали до начала конфликта. Макрон не пойдет на уступки забастовщикам. Это стало ясно после выступления перед профсоюзами премьера Филиппа. Он заявил, что пенсионная реформа будет доведена до конца. Специальные льготы отменят, а пенсионный возраст поднимут до 64 лет. Закон будет внесен в парламент в феврале. Мединский ответил на укусы. Его возмущает ситуация, когда творцы сначала берут у государства деньги, а потом публично критикуют власть. Если вечером со сцены ты выражаешь активное публичное недовольство, наверное, не очень логично утром идти к власти с протянутой рукой. «Нечестно кормиться с руки и при этом из-под тяжка покусывать», сказал Мединский. Что происходит между властью и творческой богемой в промежутке между вечером и утром, осталось неясным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова